Привет, с вами Виконста. Сегодня мы отправляемся на рынок в Судаке. Идем по улице Ленина. Посмотрим, какие же реальные цены в Крыму. Ассортимент товаров. Пройдемся, погуляем, посмотрим, что же там продается. Немножко о дорожной обстановке. Как видите, улицы здесь очень маленькие, поэтому собирается вот такая пробка. Рассчитывайте на это. Я так смотрю, что реально проще пешком пойти, чем поехать на автобусе. С одной и другой стороны вас будут окружать дома, магазины по продаже сувенирной продукции, чистый дом, зоомагазины и по центру вот такая дорога. Здесь, как видите, с правой стороны заставлена одна полоса и машинам приходится ехать почти в одной полосе. Вот там в притирку можно проехать, поэтому здесь пробки. Пройдемся немного по городу. Как раз чуть выше там будет уже рынок начинаться. Посмотрим, что там продают и какие цены. Сейчас начинается бархатный сезон. Почему бархатный? Потому что очень давно, когда еще князь Голицын начал осваивать Крым, окрестности Нового Света, ну а также в частности Судак, к нему приезжали очень богатые и высокопоставленные гости в бархате. А бархат считался роскочью. И поэтому назвали бархатным сезоном. Ну а бархатный сезон это очень хорошее время года. Это тогда, когда климат здесь становится настолько мягким и приятным, что люди сюда прут толпами. Ну и вот начинается такой стихийный рынок. Персики, яблоки. Вот такие помидоры по 60 рублей. Мясные павильоны, носки, барсетки. Здесь продается мясо. Давайте зайдем глянем, какие расценки. Печень по 350, а баранья печень по 250. Желудок. Задок бараний по 550. Ну баранина здесь популярная. Гурдюк по 500. Здесь курица. А тут свинина. Хочу пройтись от начала до конца, показать реальную обстановку. Прошел дождик, хорошо на улице становится. Пылючку прибил. И поэтому ходить как-то поприятнее стало намного. Чай на развес. Кстати, цена по 200 рублей. Черника для расслабления нервной системы. Разнообразие присутствует. Ну и вот центральный рынок судак торг. Видите, хорошо, что здесь накрыто все. Даже если в случае дождя, вы никак не намокнете. Так, в какую сторону пойдем? Ну давайте по ходу налево. Хочешь, иди налево. Направо все равно надо обойти все. Ну, людей хватает. Сейчас 10.26 утра. Пол 11.00, мне кажется, самый разгар. Я не хочу банки, так и хочу. Ну да. Приправы. Такая по 150. А такая маленькая по полтиннику? 25. Для плова. Приправы несчетное количество. Арбузы. И вот начинаются целые ряды овощей, фруктов. Здесь курица. А корочок куриный по 195 рублей. Кстати, не забывайте писать в комментариях, какие у вас расценки. Будет очень интересно сравнить. Здесь заходим на ряды. Лимон по 250. Конечно, ассортимент богатый. Помидоры, кстати, начали дешеветь уже. Ну, как-никак, сезон уже заканчивается. Должно же когда-то произойти подешевение. А сколько такая ветка стоит? 100 рублей. 100 рублей? Красавица. Не в чем везти. Ой, мальчик. Сиди вещей бросать, пускай лизит. Там у меня ограниченное количество места с одним рюкзаком приехал. Спасибо. 100 рублей ветка. Это вам лаврового листа хватит до конца вашей жизни. Хотя редко его применяют, но все же. Мед. А разнотравия сколько стоит, бутылек? Степное 1800, горное 2400. У вас дешевле. Я там повыше спрашивал. Прямо на Кипарисовой аллее за 3000 предлагают мед. Разница колоссальная. Представьте, даже здесь на центральном рынке в Судаке немножко дешевле, даже чем на Кипарисовой аллее. На подарки можно специи выбрать. Видите, целые такие пакеты большие, пластиковые. Универсальные приправы. Не, ну, крымские приправы славятся своей популярностью. Но, во-первых, они по качеству хорошие. Я вот сколько раз не брал, то мне вот нравится. Семена, луковицы, тюльпаны. Уберете и садите. Давайте теперь с этой стороны пойдем. Рынок здесь небольшой, но компактный. Самое основное это овощи, фрукты на курорте все едят. А мясо, скорее всего, что большинство на шашлык используют. Давайте тут еще глянем, продает, почем рыба. Ставридка вот такая, холодного копчения. 420. Барабуля, окунь. Камбала по 430, вяленая. Вон с икрой за тысячу. Форель, кусок. Килограмм тысяча рублей. Хэк по 290. Креветка в зависимости от размера. Начинается по 950. И заканчивается 550. Это самая маленькая. Таранка вяленая. Килограмм 550. Все так красиво, вкусно. Но хорошо, что я перед походом поел. Потому что так бы мне было вдвойне тяжелее здесь ходить. Ну так, я думаю, цены между собой немного разнятся. Лобань, свежемороженая, черноморская, по 400. На пеленгаса похоже. Носки, платки по 650. Сейчас жара, но все-таки в Крым вы приезжаете большая часть летом. Так что можно будет перекупить вам носочков. Чтобы не мерзнуть зимой. Дайте абрикос. А вот тут тоже, 2 400. Сотый. Так, вышли мы из замкнутого пространства. Давайте идем в весную лавку. Там, наверное, попрохладнее будет немного. Ну и здесь говядина. А баранина. А баранина в какую цену? 500. 600. 600. В зависимости от количества мяса? Ну, отчасти. Ага. 300 рублей. Там творог и молоко. Молоко. Купи, все, один, скажешь. Не несу. Да, это? Да, да, да. Да. Да? О, хаймок уже забрали. Это из этого. Девчонок, давай, чемалопаста. Ага. А творог в какую цену? 250 за килограмм. О, свежий. А молоко полторушка? 115. 115. Да, что еще? Или еще? Да, здесь попрохладнее. Класс. Видите, здесь мяса не сильно много. Но вот в таких отдельных павильонах. О, тут поболее выбор. А сало такое в какую цену? 400 рублей было. Ух ты. Я нашла маринопра. Ух ты. Ух ты. Ух ты. А так по ценам сориентируйте меня? 400. А что, про мясо? Ну да. Это шея, лопатка, задняя часть. Шея без лопатки 450, шея с лопаткой 450. Кочечная часть 480. Сейчас вы поберут. 350-330 стейки на ребре. Без ребра, 450. А ребра свиные? Почему такие цены? Потому что вот эти вот ребра, где вот они были. Вы повырезали и остаток. Да. Они никому не дожили, поэтому они стоят 100 рублей, 80 рублей. А шашлык маринованный? По цене мяса 380. Ребра отдельно. Вот здесь 300, здесь 330, 320. Угу. Спасибо большое. Я опять не буду на кидах. Да. Так, по ценам соориентировал я вас. Что вам еще показать? Вот там мы были. Давайте теперь сюда пойдем. Тучами затягивает судак. Рыбалка и туризм. Рыбаловные товары мне нравятся. Только рыбы, к сожалению, нет у нас. Куда только не поедешь на рыбалку. Деньги заплатишь. А в итоге ни хрена не поймаешь. Деньги заплатишь. Деньги заплатишь. Деньги заплатишь. А нет, есть и та, и та. Тут крымские сладости. Вот и с этой стороны обошли. А заходили мы туда, в овощные ларьки. Радиотовары. Меда очень много. Это вообще алтайский мед. Чайный напиток. Полезные вещи в Крыму можно купить. Приехать домой, заварить чашечку чая. Ну и посмотреть этот видеоролик. Либо другие какие-то, связанные с Крымом. Возвращаемся оттуда, откуда заходили. Сейчас еще по парочку раз пройдемся. Может что-то не захватил. Будем закреплять материал. Помидоры желтые по 100. Крымский арбуз по 30. Передавайте. Кому передать привет. Кому хотите. Кто будет смотреть вас. Передаем из Крыма привет. Большой привет. Передайте к нам Крым. Спасибо. Звездное небо. Такие арбузы редко я встречаю. Но все-таки они есть. И практически нет косточек. Что самое интересное. Крымский арбуз. Вам пакетик. Крымский арбуз. А можно? А давай. Сопробуй. Давай, потому что. Не, ну. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Чурчхелла по 70. Запахи здесь, конечно, обалденные. Идешь, там что-то пахнет. Там вкусно. Орехи грецкие. Миндаль. Фисташки килограмм тысяча рублей. Здесь продают колбасу. Сейчас можно глянуть, какая здесь цена. Сыр. А есть еще что-то будут? А грецкие какие-то? А грецкие какие-то? А варянку тогда надо это упадать. Ну обычно... Сало по 395. Это нежные со сливками. Это с сыром. Венские. Это рыбунки. Пиловой веселый. Сыр. Миндураки. Пиловой веселый. Пиловой веселый. Пиловой веселый. Пиловой веселый. Народа нормально сегодня. Крымский лук. По 120 рублей за килограмм. Вот ценник. Это настоящий. Прям из Крыма. Сегодня мы побывали на центральном рынке в Судаке. Показал я вам цены, ассортимент товаров. Ну немножко прогулялись по рынку. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки. Ну и конечно, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.